Кукшетауцы отметили День столицы. В этот день граждане имели возможность посетить ряд мероприятий на набережной озера. Кукшета. Важно развивать нефтетранспортное дело, так отметил глава государства на совещании, посвященном повышению транспортно-транзитного потенциала. Транскаспийский маршрут является приоритетным, поручая Казмунайгазу проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе возможность привлечения инвесторов морского проекта. Правительству совместно с Самрук Казына необходимо принять меры по увеличению мощности нефтепроводов. Президент отметил особую роль транспортно-логистической отрасли, однако геополитическая ситуация и санкционное противостояние изменили традиционную транспортно-логистическую сеть. Касымжумар Тукаев также рассказал о полной модернизации национальной компании «Хазахстан-Тимржола». В связи с приостановкой работы Каспийского турбопроводного консорциума правительством приняты соответствующие меры. По этому вопросу премьер-министр провел оперативное совещание. В ходе заседания были озвучены последствия ограничения экспорта казахстанской нефти. Также были обсуждены необходимые меры по снижению расходов государственного бюджета. Казахстан призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе совместно реализовать проекты по спасению Аральского моря. Отечественные политики опубликовали обращение на 29-й сессии Парламентской ассамблеи Организации Великобритании. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – межпарламентская организация, объединяющая более 300 депутатов из 57 государств. Члены казахстанской делегации в рамках заседания постоянного комитета объединились с коллегами из Узбекистана и опубликовали совместное обращение. Депутаты призвали Организацию стать донорами для реализации проектов по спасению Аральского моря. Должен сказать, что эта инициатива является неспонтанной и одномоментной. Она основана в первую очередь на поручении главы нашего государства. Вопросы экономики, науки, технологии и охраны окружающей среды также не остались без внимания казахстанской делегации. Кроме того, был организован сайд-ивент. На тему создания нового Казахстана были презентованы политические и социально-экономические реформы в стране. Причина, по которой мы проявляем особый интерес к реформе Казахстана, заключается в том, что в ваших странах живет много поляков. В 30-40-е годы прошлого века они переехали на казахскую землю. И сейчас они продолжают мирно жить, вносить вклад в развитие страны. Мы хотим приветствовать правительство Казахстана, которое взяло на себя реформы. На встрече с делегацией Великобритании также были озвучены политические изменения, происходящие в нашей стране. Англичане дали высокую оценку реформам. В рамках сессии состоялась встреча со специальным представителем парламентской ассамблеи по Центральной Азии. Концепция общественного фонда «Казахстан-Халкна» будет изменена. Об этом сообщил председатель фонда Булат Жамишев, прибывший в регион с рабочим визитом. Главная цель – помощь реально нуждающимся. Фонд «Казахстан-Халкна» был создан всего полгода назад. За это время сделано немало. Однако пришло время подняться на новую ступень. Настало время решать проблемы. И сейчас важно выслушать казахстанцев. Об этом говорит председатель фонда Булат Жамишев. Свои заявки фонд «Физические лица» могут подать онлайн. В настоящее время на нашу цифровую платформу поступило более 38 тысяч обращений. В том числе из Акмолинской области поступило 776 обращений. Поданы такие заявки, как покупка дома, закрытие кредита, выплаты займа. Проведена аналитическая работа. Соответствующие решения приняты. В ближайшее время во всех регионах Казахстана пройдут встречи в формате круглого стола. Будут заслушаны мнения граждан. Все предложения будут проанализированы, после чего будет принято соответствующее решение. И только после этого будет утверждена новая концепция фонда. По образованию у нас тоже есть ряд предложений. Мы на сегодня не можем получить бесплатно второе высшее образование. Дело в том, что человек получил травму, либо какое-то заболевание, он не может работать по той специальности, по диплому. Ему необходимо перепрофилироваться, получить другую профессию. Нам нужна структура, которая будет работать с этими людьми, определять статус, определять их потребности, обсуждать с ними их желание куда-либо поступить, поменять профессию, договариваться с этим учебным заведением или профцентром по подготовке, помогать готовить договоры и с тем, чтобы мы могли... Но это я зафиксировал, мы будем думать, как это сделать. Предложений много, и их необходимо реализовать. Вместе с предложениями допустимые высказывания путей решения той или иной проблемы. Необходимо создать специальный проект, в котором будут рассчитаны необходимые критерии и стоимость. Детально предложения могут быть рассмотрены только тогда. В завершении встречи подписан меморандум о сотрудничестве между Общественным фондом Казахстан-Халхана и Акиматом Акмолинской области. При поддержке партии Аманат будет проведен капитальный ремонт Нуринского группового водопровода, который обеспечит питьевой водой около 15 тысяч жителей трех районов. Проблема с водообеспечениями Гиндекольского района существовала всегда. Водовод, который единственный, который доставлял воду в наш район, ну, мягко говоря, приказал долго жить. Он вот уже на протяжении двух лет дошел до пика своего развала, будем так говорить. Порывы, порывы, еще раз порывы. Мы в прошлом году обращались к президенту, с письменно, с жителей. В этом году мы обратились в партию Аманат для того, чтобы нам помогли решить проблему с водообеспечением. Проблема воды села Игиндеколь была поднята партией Аманат и депутатами мажориса парламента. В результате вопрос 30-летней давности сдвинулся с мертвой точки. Нуринский групповой водопровод подвергнется капитальному ремонту. В этом году будут выделены средства на подготовку проектной смертной деятельности. Выделено 100 миллионов тенге и готовится проектно-сметная документация. Хотим, чтобы этот вопрос со стороны республики был инициирован и проведен партией Аманат. Мы с народом будем ставить конечную точку. Решение таких сложных вопросов лежит на плечах партии Аманат. В этом году реализуется проект капитальный ремонт участка строительства водопровода в селе Игиндеколь. Примерная стоимость проекта – 79 миллионов тенге. Однако за счет ремонта труб проблема питьевой воды не будет полностью решена. Для этого необходима полная реконструкция водопровода. В ходе выездного общественного приема, помимо проблемы питьевой воды, поднимались вопросы отсутствия мобильной связи, субсидирования и ремонта столовой в районной больнице. Все проблемы жителей взяты на контроль. Мы стимулируем индивидуальных предпринимателей, чтобы они могли трудоустроить людей с ограниченными возможностями. Это слова премьера, сказанные на заседании правительства. Как будет осуществляться этот механизм, пока неизвестно. Однако государственные органы должны взять под контроль улучшение качества жизни лиц с инвалидностью. Глава правительства дал поручение ответственным министерствам и акимам областей. Акиматы областей до конца года должны охватить 90% лиц, нуждающихся в технических средствах и услугах оздоровления. К концу 2023 года этот результат, согласно плана, достигнет 100%. Кроме того, необходимо увеличить количество отделений дневного пребывания для лиц с инвалидностью и создать небольшие дома социального обслуживания. Глава правительства подчеркнул, что эти комплексные меры будут актуальны и в дальнейшем. Сроки получения технических средств и лечебно-оздоровительных услуг через портал социальных услуг сократилось с 8 месяцев до 30 дней. До конца текущего года будет открыто 17 центров ранней реабилитации. Они позволяют своевременно выявить патологии у новорожденных и обеспечить лечение. В регионах строится 12 оздоровительных центров для людей с инвалидностью. Это позволит системе социальной защиты дополнительно охватить лечебно-оздоровительными мероприятиями 25 тысяч человек. На сегодняшний день в стране проживают около 700 тысяч человек с инвалидностью. Из них 60% – граждане трудоспособного возраста, 26% – пенсионного возраста, остальные 14% – дети. На заседании правительства Акимобласть Ермек Маржапаев доложил о ситуации в регионе. По его словам, в области 29 тысяч человек – лица с ограниченными возможностями. Это 4% населения. На сегодняшний день социально значимые объекты адаптированы. Есть ежегодный прирост бюджетных средств на обеспечение своей самой реабилитации. За последний год финансирование увеличилось в два раза – до 101,5 миллиарда тенге. Из 9 тысяч нуждающих в реабилитационных мерах мы обеспечили 7 тысяч. В рамках реализации государственного заказа на 4 проекта из областного бюджета выделено 25 миллионов тенге. В Кокшетау ведется строительство двух детских садов на 280 мест для детей с нарушением речи и на 166 мест для детей из социально уязвимых слоев населения. Центр социальной поддержки и занятости «Тен Когам» оказывает содействие в трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями. Благодаря этому с начала года трудоустроено около 300 человек. За минувшие сутки в Акмольдской области по заболеваемости коронавирусной инфекцией выявлено 11 случаев. Из них 10 не вакцинированы. На сегодня по темпам заболеваемости регион находится на шестой позиции в республике. В Шортандинском районе ситуация стабильная. Выявлен один зараженный. Как отмечают специалисты, заболеванию в основном подвергаются невакцинированные граждане. Одним из самых основных и важных моментов в профилактике коронавирусной инфекции является вакцинация. В 2021 году в нашем районе были провакцинированы первым компонентом 15 150 человек, то есть 82% населения. Второй компонент получили 14 925 человек, что составило 81%. Привет и 440 подростков, что составило 26%. 31 беременная женщина, что составило 27%. 196 кормящих мам, то есть 39%. Во всем мире регистрируются случаи заражения оспой обезьян. 80% из них приходится на страны Европы. В Казахстане на сегодня ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян не зарегистрировано. По Казахстану не зарегистрировано ни одного случая этого заболевания. В целом по Казахстану, по Акмолинской области и в нашем районе. Министерство здравоохранения рекомендует казахстанцам носить маски с целью защиты от коронавирусной инфекции. Зарина Беккалиева, Жамбл Балтаев, Кукши Ахбарат. Жители населенного пункта Ельтай Буландынского района празднуют 90-летие родного села. Вокруг села установили юрты, организовали различные соревнования по национальным видам спорта. Мы организовали праздник, чтобы он стал примером почитания своей малой родины. Наша главная позиция – сплоченность не забывать о своей стране и земле. Большое спасибо всем! В юртах угощали национальными яствами. Сельская молодежь участвовала в различных соревнованиях – скачках, казахша-курес, перетягивания каната. Когда-то здесь было всего 70 домов. В 1932 году Ельтай Ерназаров, который был председателем казахского центра, построил дорогу до станции Уялы и расширил железную дорогу. Название села было дано в честь этого человека за его доблестный труд. Это место, где я родилась и выросла. На такой праздник приезжают люди издалека. Радости жителей нет предела. Жители, внесшие свой вклад в возрождение и развитие села, не остались без внимания. От имени Акима района Талгата Ерсеитова им были вручены благодарственные письма. Старожилам села преподнесли в дар национальный халат. Ежегодно 6 июля Казахстан отмечает государственный праздник – День столицы. Кокшеталцы в этот день имели возможность посетить ряд мероприятий. А вот главное торжество состоялось на набережной озера Копа. В этот день, как говорится, на набережной яблоку негде было упасть. Программу праздника составили таким образом, чтобы она была интересной как для детей, так и для взрослых. Повсюду проходили различные мастер-классы. Очередь наблюдалась на живопись на открытом воздухе. Людям это интересно. Суть мастер-класса в том состоит, чтобы привлечь жителей к искусству, к живописи, что это интересно, что рисовать может каждый. Вот вы можете посмотреть, что там и дети, и взрослые. Обычно взрослые боятся рисовать, но мы им всегда показываем то, что никогда не поздно начать. Мы проводим арт-вечера для взрослых, чтобы они наносили смелые мазки, и у них получились свои особенные и красивые картины. Предусмотренный музыкальный блок. Для жителей выступили оркестр казахских народных инструментов имени Кинджибека Кумизбекова, симфонический и эстрадно-духовой оркестры. В честь Дня столицы в течение недели мы проводили ряд мероприятий. На берегу озера Копа мы проводим ночь оркестров Open Air. Выступают таланты области. От всей души поздравляем с праздником. Пусть наша столица процветает. Мы гордимся всех с праздником. Напомним, столица отметила свой 24-й день рождения. После пандемии кукшиталцы успели соскучиться по подобным мероприятиям, потому гуляния не утихали и продолжались не только на набережной. Зарина Беккалеева, Журсуна Мирзак, Амир Кошибаев, Кукши Ахпарат. Около 600 школ области насчитывают более 133 тысяч учащихся. Из них более 17 тысяч детей из малообеспеченных семей, охвачены отдыхом и оздоровительными мероприятиями в летний период. О работе детских лагерей далее в сюжете. Летний лагерь при школе-гимназии номер один города Кукши Тауна сегодня посетили около 300 детей. Для них проводятся игры на природе. Школьники также принимают участие в различных кружках на базе школы. Одними способами эффективной организации летнего отдыха школьников является открытие при школе летних лагерей. В нашей школе был организован лагерь Балалакшак. Продолжительность 14 дней. Каждый сезон дети посещали музей, театры, ознакомились с работой пожарных спасателей. Актуально как для родителей, так и для школьного коллектива рационально организовать досуг ребенка на летних каникулах. Дети с удовольствием посещают лагерь. Наш отряд «Дельфин» в нашем отряде очень весело и в лагере тоже. Мы проводим разные игры, разные мероприятия, ходим в музеи и в театры. Несмотря на то, что надо вставать рано, мы все равно идем в лагерь в разную погоду и играем. Большая часть лагерей продолжит работу до конца августа. Зарин Бекалиева, Салтанат Бесенова, Медед Кайркенов, Рахаджа Мабек, Кукшиах, Парад. На этом наш выпуск совершен. Увидимся в следующем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова